Поговорим сегодня о том, как не набрать лишний вес на праздники и что с этим делать, если все-таки это произошло. Но лучше всего, конечно же, этот лишний вес не набирать за праздники. То есть нужно постараться придерживаться того же режима, который у вас был до праздников, стараться не переедать, меньше проводить времени за столом, больше гулять на свежем воздухе, ограничивать себя от употребления чрезмерного сладким, также спиртными напитками, соками, газированными напитками. Но если все-таки это произошло, и после праздника встав на весы вы увидели стрелочку в сторону плюс, и ваши любимые джинсы перестали застегиваться, то нужно с этим что-то делать. Самый первый совет – это, конечно же, себя не ругать, особенно женщины занимаются самобичеванием. После того, как набираем вес, садимся на строгие голодовки, ругаем себя, садимся на строгие диеты, также разгрузочные дни устраиваем. Это не есть хорошо, это на самом деле очень большой стресс для организма. Все должно происходить постепенно. Второе важное правило – это сбалансированное питание, то есть постараться, чтобы ваш организм получал все важные микроэлементы, макро- и микронутриенты. Это белки, жиры, углеводы, то есть все должно поступать в полной мере в ваш организм. Третье правило – это пить воду, восполнять водный баланс, потому что очень важно, чтобы в ваш организм постоянно поступала вода. На завтрак, натощак, перед едой обязательно стакан воды выпивать. И на протяжении дня, перед каждым приемом пищи, выпиваем стакан воды. Таким образом, на протяжении дня у вас должно получаться не менее полтора литра воды. Следующее правило – это постараться придерживаться режима. Это касается не только режима питания, то, что мы должны питаться три раза в день с определенным промежутком времени, также восстановить режим сна. Это тоже очень важно для того, чтобы организм был не в стрессе, для того, чтобы он начал нормально функционировать и, конечно же, сбросить вес. Ему нужно отдыхать, поэтому 7-8 часов сна обязательно должно быть. И, конечно же, немаловажно – это физическая активность. Необходимо добавить кардио-тренировки, также аэробные нагрузки, потому что они являются наиболее эффективными упражнениями для сжигания жира. Сегодня я хочу с вами поделиться небольшим комплексом упражнений, которые вы сможете делать дома. Так как нам нужна кардио-часть, то не обязательно бежать в тренажерный зал на дорожку, не обязательно бегать сразу же по парку, можно упражнения выполнять дома. Так как я прекрасно понимаю, что дома нет возможности выполнять масштабные упражнения, так как пространство нам не всегда позволяет, тем более если мы живем в многоэтажном доме, внизу есть соседи, поэтому комплекс будет умеренный, но тем не менее эффективный. Комплекс направлен на все группы мышц, то есть всего 5 упражнений, но благодаря этим 5 упражнениям мы полностью прорабатываем основные группы мышц. Первое упражнение это плие или приседания обыкновенные. Задействована будет передняя бедра, а также ягодицы. Будем делать упражнение 20 раз. Для этого таз отводим назад, приседаем с ровной спиной. Под коленом угол 90 градусов. Стараемся, чтобы колени не выходили за уровни носков. Когда мы опускаемся вниз, у нас усилие идет на переднюю бедра. Далее выталкиваем себя вверх за счет сжатия ягодиц. Опускаемся вниз, выдох наверх. Выдох. Простое упражнение делаем 20 раз. Следующее упражнение у нас на грудные мышцы. Это обыкновенные отжимания. Отжиматься можно от пола, а также от опоры. Это может быть подоконник, либо диван. Выбирайте наиболее удобный способ. Главное, чтобы при этом у вас оставалась ровная поясница и ваш позвоночник. Итак, исходное положение. Я выбираю самый простой способ отжимания с колен. Руки находятся под грудью, чуть-чуть шире плечей. Самое важное в этом упражнении не прогибать поясницу, а также контролировать, чтобы ваш таз был на одном уровне вместе со спиной. У нас одна ровная линия. Мы опускаемся вниз, локти уходят в сторону. И выдох наверх. Еще раз вниз. И выдох. Самое важное, это все-таки контролируем ровную линию спины. Продолжаем упражнение 20 раз. Следующее упражнение у нас на руки, а именно на бицепс руки. Для этого упражнения вам понадобятся гантели. Но так как я прекрасно понимаю, что дома гантелей нет, можно использовать две бутылочки с водой по 0,5. Если вы хотите добавить вес, это могут быть литровые бутылки со временем. Итак, плотно прижимаем подмышки, ладошки вперед, локти прижаты к нижним ребрам, подтянули пресс, зафиксировали руки и работаем на сгибание. Вверх, вниз. Выдох наверх. Выдох. У вас работают только бицепс руки, передние руки. Следующее упражнение на мышцы спины. Мы также знаем это упражнение под названием «Лодочка». Возможно, оно еще знакомо нам с физкультурой. Будем также делать его 20 раз. Исходное положение лежа на животе. Мы будем с вами вытягивать руки вперед. И далее будем сводить лопатки, отводя локти назад. Вытягиваем руки перед собой. И сводим локти назад. Работают широчайшие мышцы спины. И последнее упражнение у нас будет на мышцы пресса. Будем выполнять общее скручивание. Руки заводим за голову, колени скрестно. И будем подтягивать локти коленем. 20 раз будем выполнять данное упражнение. Данное упражнение выполняется лежа. Нам необходимо руки завести за голову. Локти смотрят четко в сторону. Скрестили стопы. Подтягиваемся локтями к коленям. Выдох. Мы скручиваемся. Выдох наверху. Выдох. Стараемся ладошками не тянуть затылок. Тянемся прессом. Нижний и верхний пресс работают. Данный комплекс простой, элементарный. И он может стать для вас хорошей утренней зарядкой. Выполняя по 20 раз каждое упражнение, всего лишь 5 упражнений, у вас это не займет более 5 минут. Но тем не менее, бодрость духа на целый день останется с вами. Если же этот комплекс увеличить количество повторов и подходов и сделать 10 раз, это может быть полноценной 30-40 минутной тренировкой.